Спасибо! Спасибо! У ребятишек из села Никольская Казакова праздник. Для них установили современную детскую площадку. Теперь и подростки назначают место встречи на новой игровой зоне, и мамочки с малышами не задумываются, где погулять с крохами. Без площадки было скучно, тут детей не было практически, а теперь площадку поставили, и тут стало больше детей, приходите играть. Когда сделали площадку, это нам сделали лучше, что мы будем здесь играть, а не по дворам ходить играть где-то там. Но это так сделали, чтобы мы развлекались на площадках. Эта детская площадка установлена в рамках благотворительной программы компании «Фусагра», благодаря которой за несколько лет игровые комплексы появились в большинстве сел Боково-Отрогского муниципального образования. Есть определенный график, в соответствии с которым у нас по три площадки в год мы устанавливаем сел. Вот в этом году у нас как раз-таки пришла очередь уже на село Никольская Казакова. Кроме этого, игровые площадки были установлены в Малом Перекопном и в Еланке. Они появились в этих селах благодаря активным гражданам, которые выходят с инициативами на Совет депутатов и рассказывают о необходимости благоустройства территорий. А народные избранники, которые являются также сотрудниками Боковского филиала АО «Апатит» компании «Фусагра», определяют, в каких селах обустроить игровые зоны, где они нужнее. Ведь несмотря на то, что на пришкольных территориях имеются некоторые спортивные и игровые элементы, находятся они в плачевном состоянии, и поэтому при обустройстве территории без поддержки предприятия не обойтись. До этого ничего не было, мы очень долго ждали. По плану она у нас шла года три назад, но когда у нас сменился инспектор, то есть убыл, и не было ее, и никто не добился. И вот в этом году, спасибо «Фусагра», поставили нам такую красивую, хорошую площадку, детям очень нравится, каждый день просится сюда. Садик забираем на площадку, в садик идем на площадку, заходим и играем. По словам представителей администрации Боково-Троковского муниципального образования, благодаря поддержке завода, потребность в установке детских площадок в селах практически закрыта. Осталось обустроить игровые зоны в пяти селах из 33, входящих в муниципальное образование. И это уже планы на следующий год.